Лев Николаевич, веруешь ты в Бога, али нет? А насчёт веры, Парфён, насчёт веры я на днях одну встречу имел. Вижу, шатается по деревянному тротуару пьяный солдат. Парфёнок подходит ко мне, купи, барин, крест, за 2 гривен и отдам, серебряный. И точно в руках у него крест, и видно только, что с себя его снял. Только не серебряный, а настоящий оловянный, с первого взгляда видно. Я вынул 2 гривен и отдал ему, крест тут же на себя надел. И по лицу солдата было видно, как он был доволен, что надул глупого барина. Вот, брат Парфён, как дело с Верой там стоит. Всё было бы спасено. Вся первая половина спектакля, несмотря на некоторую затемнённость сюжетного драматургического материала, была напоена трепещущей светлой надеждой, едва ли неуверенностью в прекрасном исходе начавшегося пути к людям, к лицам. И как эта надежда вместе с её проводником постепенно рушится, вовлекая в обратный гибельный путь всех тех, кто не поверил, не помог её реализации и оставил камни за пазухой, лишь соприкоснулся с ней. Сполохи той светлой уверенности то и дело озаряли значительную часть этого трагического похода к людям. Но именно эти сполохи, освещающие тьму, говорили, что жертвы исполнены смысла и после себя оставляют надежду, обещают новых её проводников. Энакентий Смоктуновский «Спектакль никогда не смог бы оставить такой глубокий след в сердцах зрителей», – писал Товстоногов, «если бы на сцену не вышли столь мыслящие личности, как Лебедев и Смоктуновский. Мы репетировали последнюю сцену, сложнейшую, трагическую сцену «Безумие Мышкин», идущую сразу после того, как Рогожин убил Настасью Филипповну. Как подвести актёра к её воплощению? Можно очень много и долго рассказывать об особенностях болезни, о психологическом состоянии человека, выведенного из душевного равновесия столь трагическим стечением обстоятельств. Мы пошли другим путём. Доведя сцену до предельной температуры чувств, я предложил актёрам, «Теперь играйте так, будто это самый ординарный, обыденный случай. Посоветуйтесь, может сюда кто-нибудь войти» и тому подобное. И в общем контексте происшедшего этот простой разговор произвёл впечатление страшное. «Ты что?» «До свидания». «Лев Николаевич!» Премьера состоялась 31 декабря 1957 года. Невидимой, неощутимой волной, как рассказывал Юрский, весь город знал, что будет что-то невероятное. В БДТ тогда уже неплохо ходили, но тут действительно висели на люстрах. «Может быть, это прозвучит нескромно, но большего успеха в драматическом театре я не встречал. Как вы думаете, сколько аплодировали в самый удачный спектакль?» «32 минуты». Это было утомительно, но приятно. У Шварц в воспоминаниях есть три признака того небывалого успеха. В один из вечеров толпа подмяла под себя Швейцара и ворвалась в театр, сломав в вестибюле окна и двери. Швейцар не пострадал и был горд за театр. Женщина устроилась уборщицей, а на следующий день уволилась. Оказалось, она нанялась только для того, чтобы увидеть идиота. Я приехала в Москву в командировку и обнаружила у себя в сумочке два билета. Встретила известного критика, милейшего скромного человека, рассказала ему про билеты, достала из сумочки. Он буквально выхватил их у меня из рук, сел на поезд и уехал в Ленинград смотреть спектакль. Спектакль давно прошел, но и поныне слышу ту, около двухсот раз повторявшуюся, настороженно взволнованную, на грани крика, тишину в зрительном зале. Ту тишину, единственно способную увести весь зал вместе с героями в тот высокий мир простоты и искренности, доверчивости, населенный Достоевским таким удивительным существом и личностью, как Лев Николаевич Мышкин. Иннокентий Смоктуновский. Быть.